Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Грипп и ОРВИ отступают, однако поберечься все еще стоит. Хочешь получить ОСАГО – застрахуй жизнь. Страховщики навязывают автомобилистам свои правила. Особенности национальных культур в искусстве. А сейчас обо всем подробнее. Что нужно предпринять, чтобы не заболеть? Как обстоят дела на медицинском фронте борьбы с вирусами, гриппой и острых респираторных заболеваний? Узнаем из нашего следующего материала. Пик заболеваний острыми и респираторными вирусными инфекциями в этом сезоне пришелся на февраль. Обращений в поликлинику к терапевтам по поводу ОРВИ и гриппа было всего зафиксировано около 700. В марте значительный спад на одну треть. Эпидпорог в этом году в Анапе не превышал нормы. Да, грипп зашел на территорию, я еще раз повторяю. 9 случаев мы только лабораторно подтвердили. То есть циркуляция этого вируса есть, вирус В в основном. Максимальная заболеваемость была зарегистрирована с 21 по 27 февраля в эту неделю, когда было зарегистрировано 72 случаи. Ну и тогда интенсивный показатель составил 4,4 на 10 тысяч населения при эпидпороге 69. Вирус гриппа в этом году отличается осложнениями, бронхитом и кишечными расстройствами. Конечно, если есть осложнения, оно проходит тяжеловато. У нас регистрируются внебольничные пневмонии. Вот за два месяца этого года 54 внебольничных пневмонии. К сожалению, тоже и грипп, возможно, осложнение. Есть даже летальные исходы от внебольничных пневмоний. Медики не устают повторять, что лучшие средства борьбы с ОРВИ – прививки, которые делаются ежегодно в начале осени, и другие меры профилактики. В первую очередь, это избегать, конечно, контакта заболевших. Постараться не приближаться ближе на один метр к больному. При контакте одевать маску. Необходимо регулярно проветривать помещение, где находится больной. Постараться в этот период избегать скопления большого количества людей. При прервых признаках простуды необходимо вызвать врача на дом. Самолечением заниматься не стоит. И еще один совет врачей. Взрослым и детям нужно ежедневно принимать витамины, особенно С, и повышающие иммунитет средства. Так необходимы организму весной. Срок аренды земли под объектом незавершенного строительства может быть продлен лишь однократно, не более чем на три года. Сегодня на планерном совещании обсуждались изменения в земельном законодательстве и не только. В законную силу документ вступил с 1 марта. Теперь, причастным к нему службам и ведомствам, необходимо внести изменения в положение и регламенты. Коллекции на муниципальном уровне требуют ряд позиций. Изменился порядок формирования земельных участков. Установлены четкие сроки аренды для каждого конкретного случая. Изменения внесены в закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Светлана Иосифовна, у нас должен быть регламент, внесены изменения в положение. В частности, многодетная семья должна подать в МФЦ заявку для постановки на учет в качестве нуждающихся. Только стоящие на учете смогут впоследствии выбрать земельные участки из перечня, утвержденного Советом города-курорта. Еще одно поручение главы – с целью пополнения доходной части бюджета провести работу с перечнем земельных участков, являющихся муниципальной собственностью. У нас есть такие объекты. Есть имущество, есть земля в основном. Имущества немного, земля. Думайте, где она расположена. И предлагайте арендатору получить ее в собственность. По итогам прошлого года, значимыми для исполнения бюджетных назначений стали средства, полученные в результате эффективного использования муниципального имущества, а также его приватизации. Помимо этого, на совещании говорили об эффективности проведения Дней здоровья. Весенний цикл посещений сельских округов мобильной поликлиникой заканчивается. На предстоящей встрече планируется расширенный состав специалистов. Помимо онкологов, невропатологов и традиционных врачей будут иммунологи, инфекционисты. 28 марта с 10 до 14 часов. Медики побывают в ДК Станицы Анапской. Напоминаем, консультации и исследования бесплатны. Важно только иметь при себе медицинский полис и паспорт. Услышать мнение жителей и их оценку проделанной в прошлом году работы, определить перспективу на текущий год. Глава Субсехского сельского округа Иван Проченко держал отчет в минувшую субботу. Подробности в сюжете. Расходы местного бюджета были направлены на решение социальных задач, благоустройство, содержание сельских дорог, замену уличного освещения. Ремонтные работы прошли в школах, детских садах. Деятельность местной администрации большинство жителей оценили положительно. Отчет за 2014 год был принят единогласно. Мы считаем, что нам нужен глава именно Ивана Александровича, который сегодня отработал у нас 4 с лишним месяца. И ездит по цеху, ездит с жителями общается, не убегает, не прячется. Приемы на приемах всегда присутствуют. Сегодня еще оценивать рано, он тут всего что ничего проработал. Ну, мужчина молодой, деятельный. Ну, будем надеяться, что перспективный. Ну, по крайней мере, задатки к этому есть. Глава Субсихского сельского округа в должности недавно. Но рабочие дни уже расписаны по минутам. И планы на этот год большие. Это развитие округа, благоустройство округа. На сегодняшний момент мы подали списки всех проблематичных дорог, участков, которые подают нам люди, обращаются граждане. И мы стремимся к их выполнению. Соответственно, люди должны видеть, что делается, где делается. И какие средства привлекаются для решения этих вопросов. Соответственно, когда знаем мы, что мы сделали, и знают об этом люди, уже взаимодействие налаживается в другом русле. В завершении мероприятия отчет перешел в личный прием главы. Иван Протченко обсуждал с жителями волнующие их вопросы. Для автолюбителей страхование транспорта в последнее время стало одной из неприятных процедур. Страховщики навязывают автомобилистам свои условия. Компании неправомерно взимают дополнительные суммы. Есть ли средства борьбы с этим явлением, выяснила наша съемочная группа. Основная проблема в том, что навязывают услугу страхования жизни. Проблемы есть с этим. В общем, очереди, как вы знаете, наверное, большие. И, конечно же, цены очень не радуют нас. Если, допустим, у человека две машины, две страховки, то есть надо делать и в каждую надо страховать свою жизнь. Страховые выплаты тяжело дождаться. Даже если ты не виновник ДТП, ты ждешь по три, по четыре месяца страховые выплаты. И за это время ты не можешь отремонтировать свой автомобиль. Пока не обратился к адвокатам, пока не заплатил деньги, долго ждал. Два с полной месяца. У автовладельцев, что называется, наболело. Ни одна компания Анапы не страхует автомобиль без дополнительной страховки жизни владельца. Обязывают приобретать страховку на случай нанесения вреда третьим лицам. Получается, страховка самого транспортного средства обходится около двух тысяч, а со всеми дополнительными надбавками общая сумма возрастает до 7-8. И это не предел, накладно. Недовольство подогревают постоянные очереди, отсутствие полисов и затягивание выплаты страховых сумм в результате ДТП. На самом деле эти действия незаконны, поскольку закон о защите прав потребителей предусматривает запрет на приобретение, на обуславливание приобретения одних товаров, работ или услуг, обязательным приобретением иных товаров, работ и услуг. То есть, если вы приходите в страховую организацию с намерением заключить договор страхования гражданской автоответственности, то страховщик обязан с вами заключить такой договор и навязывать иное страхование, скажем так, в довесок к заключенному договору, он не вправе. Чтобы страховая компания не могла отказать выдачи страхового полиса ОСАГО, можно обратиться письменно. Потребитель может самостоятельно написать такое заявление с просьбой заключить с ним договор страхования, приложить заверенные копии указанных документов и направить ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по почте. В этом случае страховщик, получая эти документы, уже вынужден будет заключить договор, поскольку здесь будет отслежена юридическая чистота этой сделки. То есть лицо, желающее заключить договор страхования, обратилось, у него есть соответствующие подтверждающие документы, то есть почтовая квитанция, и страховщику ничего не останется, как заключить с ним договор страхования. И такие отговорки, как нет полюсов или иные причины, они уже будут неуместными в данном случае. В противном случае страховщик нарушит законодательство. Его действия станут результатом проверки контролирующего органа. Еще одна проблема – получение выплат после ДТП, когда страховой случай наступил, но страховщик платить не торопится. Страховщик обязан в течение 20 дней с момента получения заявления принять меры по выплате страхового возмещения. То есть обязан направить в это время машину для осмотра независимому эксперту, который составляет акт осмотра, отражает масштабы причиненного ущерба и стоимость возмещения, и произвести выплату. Если он этого не делает, то он обязан будет уплатить за каждый день просрочки, неустойку в размере 1%, но и более того, потребитель может обратиться либо в орган местного самоправления, либо, как я ранее говорил, в Роспотребнадзор. И эти органы могут обратиться уже в суд с иском к недобросовестному страховщику и взыскать с него еще, помимо этого, штраф в размере половины стоимости, которая подлежит выплате лицу пострадавшему в результате действий недобросовестного страховщика. В любых спорных вопросах можно обратиться в Управление торговли и потребительского рынка администрации города за консультацией и правовой помощью. В Анаве продолжается профилактическая операция «Бахус». Инспекторы ГИБДД совместно с Ротой ДПС проводят ежедневные рейдовые проверки и выявляют любителей горячительных напитков. Если у инспектора патрульной службы возникло подозрение по поводу трезвости водителя, в присутствии двух понятых он предлагает пройти медицинское освидетельствование. Инспектор информирует о порядке его проведения. Я предлагаю вам пройти медицинское освидетельствование через алтодетектор на месте. Водитель понятый, обратите внимание, прибор показывает по ногам. Если показания алкометра в пределах нормы, водителя отпустят. Если явные признаки опьянения, а это любая цифра выше нуля, на водителя составят протокол об административном правонарушении. Несогласные с результатами проверки водители могут пройти освидетельствование у нарколога. Операция «Бахус» продлится до 27 марта. Но и после этой даты к водителям, садящимся за руль в нетрезвом виде, будет повышенное внимание. Пьянство за рулем – причина большинства аварий на дорогах. Ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Ковалева два года назад отметила 90-летие. Сразу после окончания медицинского училища с 1941-го Анастасия Васильевна лечила раненых солдат, поступавших в госпиталь с фронта. Воспоминания медсестры районной больницы в нашем сюжете. Всю войну Анастасия Ковалева спасала людей. Когда начались бои, ей было всего 18. Сначала девушку Асю направили при фронтовой госпиталь в Куйбышевской области. А потом она попала в районную больницу. Мы не спавши, только прикурнешь немножко, и уже Ася, Ася. И туда и рожениц везли, и раненых с поля, и с подтрактора везли, и недолеченных везли с Самары, с города. В отделении дежурила и днем, и ночью. Поспать удавалось иногда, и то пару часов. И роды принимала, и лечила. Оказывала первую медицинскую помощь раненым солдатам. Ухаживала за больными. Ее рук хватало на 50 пациентов. И перевязки, и сердечные средства, и внутривенные, и подкожные уколы. Очень много было работы. Очень много было тяжело больных. Но мы старались все силы отдавать тоже для больных. Всю жизнь Анастасия Васильевна посвятила медицине. После войны переехала в Новойкубышевск. Там в больнице проработала до самой пенсии. Муж – гидроинженер, погиб во время подводных работ. Одна воспитывала дочь Ирину. В Анапу переехала в 98-м году, чтобы быть поближе к семье дочери. Уже выросли внуки, внучка, появились правнуки. Через месяц Анастасии Ковалевой исполнится 92 года. Мечтает только об одном. Самое главное, чтобы войны не было, чтобы вы все жили в дружбе, работа, все, чтобы было хорошо. Пример дружбы и добрососедства на молодежном фестивале национальных культур. Сегодня в центре Родина звучали песни на разных языках. Уже с порога зрители погружаются в переполненную национальным колоритом атмосферу. Среди участников – представители армянской общины, татарской, украинской, греческой и русской. Есть и казачье общество. 15 творческих коллективов представляют яркие вокальные и хореографические номера. Грузинские зажигательные ритмы сменялись акапельной армянской национальной песней. С идеей проведения фестиваля выступил Центр патриотического воспитания «Ратмир». И молодежь с удовольствием воплотила эту идею в жизнь. Мне кажется, это очень замечательно, что люди к этому стремятся, чтобы у нас и нации были объединенные, чтобы все общались между собой. Фестиваль мне очень понравился. Я рад, что такие мероприятия пройдутся в Анапе. Ведь наш город не исключение. У нас многонациональная страна. У нас и город тоже. У нас много народностей. И это очень замечательно, что все мы толерантны, что у нас каждый уважает свою культуру. Фестиваль национальных культур – один из примеров добрососедства и дружбы между народами, живущими в Анапе. 25 марта в рамках эстафеты Победы в долине Суко пройдет заплыв любителей зимнего плавания. Температура морской воды всего плюс 8, но любители экстремального активного отдыха уже настроились освежиться. Массовый заплыв в среду 25 марта в 11 часов открыт для всех желающих. При себе необходимо иметь хорошее настроение и бодрость духа. Праздник здоровья и позитива ждет всех анапчан. И это все новости на сегодня. Далее Наталья из Мозгова с прогнозом погоды на завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будем следить вместе с вами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин